Интернет с телевидением. Завтра уезжаем на дачу. Наоборот, подключила комплект от Телинет. Если придется вернуться, все будет работать, не надо звонить, ждать подключения и все услуги лучшего качества. И сколько за это надо платить? Нисколько! Первые три месяца все услуги бесплатно, а тому, кто назовет пароль А1, еще скидка 20% на четвертый месяц. Больше информации на www.telenet.lv и по телефону 677-5-1. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался, что так. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день. В эфире программа «Встретились, поговорили». Ее ведет Рита Трошкина, это я, и наш звукорежиссер Евгений Копеин. У нас в студии сегодня интересный гость – Александр Этман. Ну, сразу скажу, он экс-режанин, журналист, очень известный журналист газеты «Советская молодежь». Молодежки того периода, когда она достигала, когда тираж ее достигал почти миллионы экземпляров. Это конец 80-х. И многие-многие Сашу помнят в Риге и сейчас. Тем более, что он связи с Родиной никогда не прерывал. И сейчас он живет в Чикаго. Печально ты это так сказала. Ну, конечно, печально. Нам бы хотелось поближе. Сейчас он живет в Чикаго. У него медиахолдинг, который называется «Свет Russian Media». Да, мы сейчас об этом тоже поговорим. И он драматург и сценарист, как сейчас его представили только что перед началом программы. И в Риге он не просто так. Саша, здравствуй. Здравствуйте. И сейчас я сразу напоминаю телефоны прямого эфира, по которым можно дозвониться, если вы дозвонитесь, и задать свои очень важные вопросы. 6-7-2-12-9-3-9 и 6-7-2-13-9-3-9. И неважные вопросы. Важные и неважные. И неважные. Любые вопросы. Но если кто-то из друзей сейчас твоих тебя услышит, то, наверное, дозвонятся. Ну, посмотрим. Мои друзья сейчас приходят в себя после вчерашних встреч. Ну, вот недавно Саша прибыл в Ригу, и не просто так. Мы поговорим об этом очень важном поводе. Не надо говорить «неважном». Это очень важный повод. Такой вот завтра, сразу скажу, да, завтра в Доме культуры ВЭФ состоится премьера пьесы «Танго Эспланада. Рижская мелодия». Пьесу написал Александр Этман. Вот он сейчас здесь в студии у нас. И я, кстати, привыкла тебя видеть на страничке на Фейсбуке, тоже в студии. Там фотография стоит в наушниках, потому что Саша сам ведет эти программы на радио постоянно. Теперь он тут у нас. А моя программа, кстати, называется, моё радио называется «В Чикаго. Оса». И это в честь отдела сатиры и юмора, который я вел когда-то в советской молодежи как раз. Вот «Оса» перелетела из Риги в Чикаго. А слушатели знают об этом? Да, знают. Периодически мы им рассказываем, тем, кто не знает. Ну, вот тоже об этом еще поговорим. Давай о пьесе сначала, да? Почему, что это за пьеса? Почему она появилась? Почему она появилась в Риге? Почему эта премьера именно в Риге должна была состояться? Ну, тогда я начну со второй части. В Риге она появилась и тебе, Рита, это прекрасно известно. Благодаря тебе, Оле Авдевич, которые решили, что эта пьеса... Нет, не надо стрелки на нас переводить. Да, нет, 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 я очень благодарен. Решили, что эту пьесу нужно поставить в Риге. А это, в принципе, очень совпало с моим желанием, потому что Рига навсегда... Я не могу даже сказать, что навсегда в моем сердце, потому что, когда я еду из Чикаго, собираюсь ехать из Чикаго в Ригу, меня спрашивают, куда ты едешь, я говорю, домой. Всегда возвращаюсь домой, я люблю очень этот город, эти улицы, эти дома, этот воздух. Извини, я тебя перебью, а сколько лет назад ты уехал как в ДУР? 11 сентября 1989 года я покинул. То есть скоро юбилей? Да, своеобразный. В следующем году, да? Сколько это будет? 30 лет? 30 лет. 30 лет. Да. Да. Интересно, что я уехал, мне было 29 лет, сейчас мне 58 лет, то есть ровно половину жизни я прожил в Чикаго, но Рига все равно перевешивает. То есть, когда мы спрашиваем, куда ты едешь, ты говоришь, я еду домой? Да. Ну, я не скажу, когда ты меня будешь спрашивать, куда я еду через неделю, я не буду говорить на чужбину уж сильно, потому что там у меня чудесная семья, дети, внуки, и друзья, и работа, и здоровый-здоровый кусок жизни. Но Рига – это всегда праздник для меня. Вот давай о пьесе. И пьеса называется «Танго из Планада». Это тоже связано с Ригой? Как, безусловно, «Танго» связано, и «Танго», и «Эспланада» тоже связано с Ригой. Во-первых, «Эспланада» – это тот парк, в котором меня возили в колясочке, потом уже я возил своего, нет, второй родился в Чикаго. Первенец Миша родился здесь и гулял в «Эспланаде», по «Эспланаде». И «Эспланада» – это тот условный пароль, неважно, где ты находишься, в Австралии, в Южной Африке или в Монтевидео, если рядом есть Рижане, «Эспланада», все понятно, откуда ты и откуда. Ну а что касается «Танго», то я для себя открыл «Оскара Строка», наверное, когда уже уехал. А потом до меня дошло, что этого человека я знал со своего детства, потому что получилось так, что он уезжал из Риги. Давай, извини, сейчас поясним, да, что «Танго» «Оскара Строка» будет звучать в этой пьесе. Да, «Танго» «Ожидание» будет звучать, что он написал много-много «Танго». И это обязательное условие было, Саша. Да, это было, нет, я насчет ожидания, я вообще условия никогда никому не ставлю, вот, особенно, когда я имею дело с профессионалами, я доверяюсь. Я хочу, чтобы мне доверяли, когда я что-то делаю, поскольку я считаю себя профессионалом в том, что я делаю. А увидев людей, о которых мы, конечно, поговорим, об актерах, режиссере, я сразу же понял, что тут я лучше постою в сторонке и посмотрю, как они будут колдовать. Кстати, прямо отсюда я еду, я ничего не видел, на генеральную репетицию, и я не то что надеюсь, я уверен, что все будет хорошо, потому что шпионы донесли мне, что все хорошо. А премьера, напоминаю, состоится завтра в 19 часов в Доме культуры ВЭФ, но билетов уже нет, они как-то вот так быстро разошлись, раскуплены. Просто сразу хочу сказать, что еще одна, следующий показ, премьерный тоже, да, будет 4 октября в Доме Москвы уже состоится, да, сегодня на ВЭФе. Ну, мы надеемся, что всем понравится спектакль. И там, по-моему, в ноябре, по-моему, тоже. И 26 ноября, да, два спектакля еще, да. Билеты уже в продаже в Билиши-сервисе. Да. Так, ну и... Так, я продолжу про строка. Про строка. Строк уезжал из Риги в июне 41-го года и оказался случайно в одном вагоне в теплушке с моим дедушкой и маленькой мамой тогда, и бабушкой, и маленькой мамой. Они отправились в Ташкент. Я знаю, что Строк оказался в Алма-Ате, откуда он выезжал во фронтовых бригадах, просто играл. А потом вернулись они все в Ригу и не потеряли связь и играли в карты до... на деньги причем. На даче. 10-30, не только на даче, но и здесь. Она была у меня, я его помню, в последний раз. Я не знал, что это... я просто знал Оскар Давидович. То есть ты его сам лично видел и помнишь? Лично я его видел, но я не знал, что он композитор со мной. На эту тему никто тогда не говорил. И вот так все совпало. А потом мы однажды попали с моей женой и младшим сыном в Буэнос-Айрес, и в районе Бока мы увидели людей, танцующих танго. И я вдруг... черные глаза, я уже знал, что это танго Строка, и я подошел к музыканту главному там и говорю, извините, а вы знаете имя композитора, чье танго вы только что сыграли? Он сказал, Строк. Я сказал, а вот это человек из Риги. И он сказал, он прервался и сказал, а следующий танго Великого Строка мы посвящаем его соотечественным, которые приехали в Буэнос-Айрес. Минута славы наступила. Минута славы для Строка, потому что я не уверен, что все, кто танцевал танго, знали про Строку, музыканты это знали. Но мне было очень приятно, нам было очень приятно, что мы вот частицы этой маленькой Риги в Буэнос-Айресе, в районе Бока. Это было потрясело, у меня до сих пор вот дрожь, когда об этом я рассказываю, потому что люди аплодировали и сразу же пошли танцевать, и они играли много Строка. Я даже не знал, что все это Строк. А может и не Строк. То есть Строк так и органично как-то вплетен, вот он в УД-пьесе. А потом совершенно недавно у нас в гостях в Чикаго была замечательная рижанка Кристина, Кристина, Ксения Сидорова, Ризага. Очень известная нам рижанка. Она замечательнейшая, вот я знаю, что мама с папой ее завтра тоже будут на спектакле, а она сама будет в Хорватии в этот день. Наша знаменитая аккордеонистка мирового класса. Мирового класса, которую сейчас просто разрывают на части великие, не потому что она очень красивая молодая женщина, а потому что она блестящий еще и музыкант. Так вот, она, так сказать, в разгар застолья, я могу сказать, застолье было рижским, таким в Чикаго, она сказала мне, что Оскар Строк написал Мурку. И тут я позволил себе с ней не согласиться, а Ксения, будучи человеком подготовленным, сразу же достала все гаджеты и доказала мне и Гугл, и другие информационные источники. Да, Мурку, оказывается, написал Оскар Давидович Строк. Ну, это вообще удивительный факт. Я думаю, что сейчас нужно еще пару-пару спектаклей делать, уже пойдет другой контингент. Да, придется написать еще парочку пьес. А Мурку можешь? Да, будет одна называться так. Значит, танго прозвучит, и сразу секрет приоткроем, что перед началом спектакля, начало в 7 часов премьеры, перед началом спектакля в фойе будут танцевать танго. Будут танцевать танго 15-20 минут. Да, это будет студия, наша рижская студия танго, так что приходите пораньше, если у вас есть билеты, и вы собрались на спектакль. Мы вам завидуем сразу, потому что вам предстоит... У нас билетов нет. Да, у нас билетов нет. Вам предстоит что-то интересное. Я сказал не просто так, что у нас билетов нет, потому что мой телефон разогрет, люди в последний момент просят, вот старые друзья и знакомые, и одноклассники, но я ничего не могу поделать. Да. Хорошим одноклассникам, которые давали мне списывать, я достал билеты уже давно. Саша, ну это же успех, это очень здорово. Успех? Я насчет успеха не знаю. Вот мы посмотрим завтра, что будет завтра вечером. Посмотрим обязательно. И давай поговорим о людях, которые делали этот спектакль. Вот что это за команда? Ну расскажи о себе. Нет, нет, нет. Мы говорим об актерах сейчас, да? То есть был такой большой вопрос, кто может это сыграть. Я сразу скажу, что пьесну мы прочитали, нам она очень понравилась сразу. Это лирическая комедия. И она и легкая, и глубокая одновременно. То есть там и концовка неожиданная, и там есть что играть. И вот Саша как драматург себя проявил замечательно. Но нужно было найти актерский состав, который это сыграет. И вот рассказывать дальше. И вот мы в марте опять же с женой, потому что путешествуем мы с женой, и жена меня не отпускает одного путешествовать. Хотя уже можем их, конечно. А Мила здесь у нас в студии, улыбается. А Мила у нас здесь в студии, да. Да. И она даже вот не отпускает меня на интервью с тобой, как ты видишь. Мы, Рита, с которой я сейчас беседую. Вот это не важно. И Оля Авдевич, это очень важно, на мой взгляд. Наталья Захарят. И Наталья Захарят. Познакомили, о Наталье Захарят я хочу потом отдельно сказать. Познакомили нас с Таней и Андреем. Андрей Гаркави и Таня. Татьяна Черковская, да. Это руководители и создатели арт-платформы Стадия. И известные актеры, еще шапировские актеры. Да, и великого Адольфа Шапира, любимые ученики. Но вы знаете, титулы и спектакли, я знаю, что они получили престижную премию на фестивале русских театров. В Ярославле, по-моему, да. По пьесе Парадзинскому. По Парадзинскому, да. Разные я видел в своей жизни. Но когда я с ними познакомился, буквально через 20-25 минут я понял, что я похож на человека, который пришел к хорошему портному с больно-менее приличным сукном, как мне кажется. И мне не нужно рассказывать этому портному, как кроить. Потому что к тому времени они тоже прочитали пьесу. И я увидел в их глазах интерес. Здесь важен момент, чтобы вот сошлось. Чтобы с это совпало. Потому что, да, иногда, ну, как ты понимаешь, с этой и с другими пьесами я встречался со многими людьми. И нужен клик. Так, вот там клик был сразу. Я практически говорил, как, как, все. И вы спрашивали, как. Я говорю, да, все, можно уже начинать немножко отмечать. Потому что я почувствовал себя очень комфортно. И я вот этим вот портным отдал это сукно. И они пошили, я не знаю, пальто это. Какое-то очень, очень хорошее изделие. И завтра мы все его примерим. Я знаю, что это будет хорошо. Значит, Татьяна Черковская играет главную роль в пьесе. Андрей Гаркави тоже играет главную роль в пьесе. И также он режиссер. Выступил режиссером, да. Давайте скажем, кто еще занят в этом спектакле. Это замечательная актриса Юлия Жлукта, которую многие знают. Она лауреат премии, лауреат высшей латвийской театральной премии «Ночлица деви» с Пелманю Накц за свои предыдущие работы. И также играет в пьесе Юрика Шпела, которого тоже нас все знают. Он ведущий, телеведущий на Первом Балтийском канале. По профессии у него два диплома театральных. То есть по профессии он актер. Он очень был рад возможности выйти на сцену в такой хорошем составе. А также играют Владислав Давиденко, Надежда Ермак, Сергей Сосновский, Артем Туманов, Люба Павлуэктова и Дана Пономаренко. Люди, которые занимаются в студии Татьяны и Андрея, и рижские актеры. Я их посмотрел. Восемь человек. Вот как раз в предыдущем спектакле. Как он назывался, кстати? Она в отсутствии... Она в отсутствии любви и смерти. Этот спектакль по Родинскому видел сам Родинский. Приходил он как раз на показ, когда был в Риге. И ему очень понравилось. И освидетель. Мы рядом практически сидели, он не отрываясь смотрел на сцену, но просто не отрываясь, замерев. А потом вышел и наговорил таких хороших слов, что Таня даже попросила их не озвучивать, не повторять. И скромность неудобно было. Потому что он немножко сравнил даже с предыдущими постановками. В их пользу. Вот это я скажу честно. Они будут меня ругать, но так было. Ничего. И вот такой хороший актерский состав выйдет на сцену завтра. Сценограф и сценографией и костюмами занимается замечательная художница Инара Гауя. Хореографию, танец, танцы оставил Александр Румянцев. Там всем известный. Большое спасибо, кстати, обоим. И Инаре и Саше. Огромное спасибо. Солист нашего балета, очень известный в свое время. Сейчас это педагог, хореограф Саша Румянцев. Так, значит, и кто у нас, и кого, значит, обязательно упомянуть. А, и музыку для спектакля написал специально роман «Фолькенштейн». Да, это молодой композитор. Он все полностью, там, всю эту музыку взял на себя. Ну, кроме танго-строка, которая вплетена. Я надеюсь, да. Да, да, да. Вот, эта музыка очень хорошая. Понравится вам всем. Вот такая замечательная команда работает на спектакле. Здорово. Спасибо всем большое. Ну, и Наталья Захарьят, которую тоже надо сказать. Наталья Захарьят – это человек-машина, которая закрывает все вопросы. Она занималась продюссированием. То есть, она продюсер, фактически, этого спектакля. И большая-большая молодец. Жду встречи с ней через час с копейками. Всех поблагодарили. И надеемся, что это все действительно будет хорошо. Да. И что это… Хочется сказать, приходите. Ну, мы скажем, что приходите 4 октября или 26 ноября теперь. Уже те, кто будут завтра на премьере, очень ждем ваших впечатлений. Я напоминаю, что телефоны прямого эфира 6-7-2-12-9-3-9 и 6-7-2-13-9-3-9. Саша, такой вопрос. А ты сам танго танцуешь? Я учился танцевать танго. У нас было три пары, которые… Мы как раз вернулись из Аргентины и решили, подбили наших друзей танцевать танго. Пришел учитель и сказал, чего мы хотим. Мы объяснили, чего мы хотим и стали танцевать танго. Но до этого мы решили поужинать, пригласив учителя. И доужинали. И учитель сказал, что он первый раз видит, что текила, с танго она как-то не идет. И мы, наверное, движение 8 прекрасных мы выучили. И потом он сказал, что он не может, потому что у него не выдерживает печень. Потом пришла другая девушка. Да, с ней мы уже просто танцевали. Но дальше этих 8, то есть отча, мы не продвинулись. Ну, то есть в фойе завтра вы танцевать не будете? Мила будет танцевать. Ну, Мила мы видели, кстати. Мила танцевала и в Старой Риге тут позавчера. У нас звонок. Сейчас попробую включить. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Саша, можно на два слова, наверное? Да, пожалуйста. Я вас слушаю. Да. Саша, привет. Это Володя Решетов. Когда-то вместе работали. Володя, привет, конечно. Помните. Рад тебя слышать. Молодец. Ты здорово держишься, как говорится, и делаешь очень много. Я хочу просто сказать, что Мурку не написал Оскар Строк. Это полный миф, потому что ни гаджеты, ни что не дадут точной информации. Следователь творчества Строка, музыковед Марина Михалец, Рижанка, она только в этом деле, она это доказала давно, что Строк часто приписывал себе какие-то известные вещи. У него была такая слабость. А вообще здорово, что танго ты поднимаешь в Риге снова, как говорится, на достойный уровень. Спасибо тебе большое. Володь, прямо вот сейчас, чтобы не забыть, я пишу Ксении Сидоровой, чтобы она позвонила тебе и Марии Михалецкой. А мне нравится, что дискуссия. А мне нравится история. Да. Ну, конечно, так же, как и Вяльцева, так сказать, его пела, вроде бы, как он говорил. Ну, в общем, ладно, рад был тебя слышать. Легенды создаются, Володя, да? Да, да, да. Я тебя тоже очень рад слышать и помню тебя очень хорошо и тепло. Спасибо. Надеюсь, что увидимся, если ты в Риге еще будешь бывать. Обязательно буду бывать. Все, обнимаю. Обнимаю. Я тоже. Спасибо. Спасибо за звонок, Володя. Саша, а танго как танец, что вот на твой взгляд? Один миф развенчан. Ну, развенчан, хорошо. Пусть легенда еще немножко покрутится. Пусть поживет еще, да. Да, мы еще там подискутируем. Танго как танец. Что это? Это особенный какой-то танец? Это особенный, конечно. Танец, если говорить серьезно, танго это жизнь. Жизнь, по-моему, герой Аль Пачино в фильме «Аромат женщины» сказал, что танго это движение и оно должно быть непрерывным, потому что ты остановился и жизнь прекращается. Это очень-очень созвучно тому, что говорят о танго в Аргентине, на родине танго. И танго это страсть, это любовь, это... Причем интересно, что мужчина должен вести, поэтому в танго ведущий мужчина. Поэтому те мужчины, которые умеют танцевать танго... А где не ведущий мужчина, простите? Летка-Янка. А, ну, там просто нет ведущих. Ну, почему? Тот первый, тот ведущий. Направляющий. Может быть и женщина. Кстати, хорошая идея про Летку-Янку. Следующая пьеса будет называться Летка-Янка. Вряд ли. Рижская. Нет, ну, есть другая идея. Хорошо. Да, танго это любовь, которую танцуют двое. Это ты в одном из интервью сказал. Это очень красивая фраза. Это пара. И в следующей, во второй части нашей программы мы еще об этом поговорим. А сейчас небольшой перерыв на новости и рекламу. Оставайтесь с нами. Новости о Латвии на радио Болтком. Здравствуйте, у микрофона Анастасия Смоловская. Обещание повысить благосостояние жителей Латвии можно найти в программах почти всех партий. Однако, если анализировать обещанную политиками поддержку пенсионерам и семьям с детьми, приходится констатировать, что существенные изменения в этой сфере вряд ли произойдут, пишет газета Дена. Хотя некоторые обещания реально осуществимы, они не предотвратят, например, уменьшение населения Латвии. Эксперт по вопросам пенсионной системы Рута Зилвера отмечает, что пенсионная политика на этих выборах не является центральной темой партии. Ни одна из партий не обещает кардинальных преобразований пенсионной системы. Это, по сути, хорошая новость, так как нет ничего хуже резких перемен в этой области, отмечает эксперт. В июле этого года в детских домах находились 924 ребенка, что на 113 детей меньше, чем в конце прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной инспекции по защите прав детей. В 2015 году в детских домах находилось 1429 детей, в 2016 году 1261 ребенок. Как отмечает инспекция, за последние годы количество воспитанников детских домов ежегодно уменьшается в среднем на 200 детей. Завершены строительные работы на участке автодороги Екопилс-Резак на Лудзе. Российская граница протяженностью более чем 10,5 километров, сообщили в Латвии Свалсцели. На этом участке теперь отменены ограничения скорости, которые были введены из-за дорожных работ. Реконструкция участка началась в марте прошлого года. В ходе ремонта было заменено асфальтовое покрытие и обновлен мост через Габраупе в Лудзе. Работы осложнялись большими объемами торфа в основании дороги, которые необходимо было заменить на грунт глубиной 6 метров на участке протяженностью 300 метров. Ремонт дороги проводило предприятие АЦБ. Затраты составили почти 12 миллионов евро, из которых 85% – деньги из фонда сплочения. Анастасия Смоловская, служба информации, радио Болтком. Говорят, что интернет доступен повсюду. Подключай к нему телевидение Оупен. Сейчас только за 3,5 евро в месяц. Настолько классно, что даже бабушка его оценила. Для современной и динамичной жизни – быстрый и стабильный оптический интернет. Первые 10 месяцев только по 9 евро. Пополни семейные традиции интерактивным ТВ и оптическим интернетом от Болтком. Первые 10 месяцев только по 10 евро. Болтком. Все, что тебе нужно. Аргентинское танго. Это стильно. Это модно. Это необычно. Это активный отдых в компании интересных людей. Школа аргентинского танго «Хай Танго» приглашает на открытый урок, который состоится 3 сентября в 19.00 по адресу Масковос-1. Центр культуры и спорта «Хай Центрс», 3 этаж. Занятия новой группы по понедельникам и пятницам с 19.00. Больше информации на хайтанго.лб и по телефону 288-55-00. День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Мы продолжаем программу «Встретились, поговорили» у нас в гостях. Драматург, сценарист, медиамагнат, скажем, да, прямо из Чикаго. Ну, ничего, мне можно. Александр Этман, он экс-режанин, он известный журналист газеты «Советская молодежь» 80-х годов и многим очень хорошо знакомый человек. И сейчас он в Риге по хорошему поводу. Напоминаю, что завтра состоится премьера спектакля «Танго и спланада. Рижская мелодия» по пьесе, которую написал Саша Этман. И к нам сейчас присоединилась Мила. Этман – это жена, любимая женщина и, как сказать, боевой друг, да, можно сказать так. Мила, добрый день. Здравствуйте. Мы застановились в первой части на том, что танго – это танец любви. Танец – это любовь, в которой танцуют двое, да. И вот, Саша, у тебя есть хорошие слова, когда ты говорил о пьесе. Ясно, что пьеса тоже о любви. Конечно, это пьеса о любви. Но не о банальной любви, а о любви в разных ее проявлениях. Вот можно я даже цитату зачитаю для начала? Мне очень понравилось, как она написала. Но билеты проданные можно читать. Нет, это не из пьесы, это из интервью. «Танго и спланада пьеса о любви, изматывающей любви, которая гаснет и возгорается, берет перерывы, хочет убить, простить, умереть, пускается в безумство, все тяжкие, возвращается, вспыхивает снова, чтобы перерасти в ненависть, которая тоже не тлеет, а горит ярким планем, обжигая, веселя, пугая и удивляя окружающих. И даже, кажется, исчезает навсегда, но никуда все равно деваться не может, потому что это любовь». Вот эта фраза, она определяющая, наверное, да, для пьесы твоей, для спектакля? Она определяющая не только для пьесы, для спектакля, она определяющая и знакомая многим людям, потому что люди так живут. Это то, что вы увидите завтра, те, кто купил билеты, и те, кто еще придет в октябре, в ноябре в Дом Москвы на этот спектакль, узнают в каких-то кусочках себя, своих знакомых, своих родственников. Это то, что там может случиться с каждым, потому что это любовь, а любовь в своих проявлениях бывает разной. Очень разной, да. И в обычной жизни мы как-то вот живем, а в этом не задумываемся. То есть такие вещи, такие спектакли, они позволяют... А я задумывался и вот написал пьесу. Ну вот а как это появилось? Как вдруг? Мне очень многие задают вопросы, причем с хитринкой в глазах, кто прототипы, прошел ли ты через это. Все проходят через это, прототипов реальных нет, есть история, все придумано от начала до конца, за исключением ситуации, которая дала мне толчок, беседа с одним доктором. Он мне рассказал одну маленькую историю. И вокруг этого в обратном уже порядке стала раскручиваться пружина, интрига потом. Я не думал вообще, что я буду делать пьесу, я думал сделать или рассказ, или повесть, может быть, даже. Но я вдруг решил, это было во Флориде, в Тампе, кажется. Мой сын играл в теннис за университет, и мы приехали туда на... Это был, по-моему, апрель. И в апреле в Тампе обложила Тампу кучевыми грозовыми облаками, и пошел дождь. И дети не играли. С сыном я общаться не мог, потому что это университетская команда, это все очень серьезно. Я сидел в отеле и стал писать. И писал. Три дня шел дождь. Я не могу сказать, что я писал три дня, но в основном... Почти как по Маркесу. Чуть-чуть, чуть-чуть там. Да. И она почти была вся готова. На 95% я уехал с готовой пьесы уже оттуда. Слава богу, вышло солнце. Вот. То есть, если бы не вышло солнце, писал бы, да, чтобы продлилось? Был бы второй том «Мертвый девушек». Ну, мы скажем, не раскрывая там детали сюжета, что издать в истории пары, пары любящих, любивших и любящих людей, которая рассталась и встретилась снова. Ну, не раскрывая. Это можно сказать. Да. Уже писали. Да. И вот поэтому вот все, что сказано о любви, имеет отношение к этой паре. И я просто хочу сказать, что там я постарался сделать так, чтобы там не было какого-то... Это легкая вещь. Это... Она глубокая, я надеюсь, но она и легкая. Она должна хорошо смотреться. Там много юмора. Да, ее разберут на цитаты. Там много... Я не... Хорошо бы. Тоже не уверен пока еще. Не хочу. Вот. Но она... Люди там смеются и плачут. По-моему, это как раз то, что нужно рецепту. Она позитивная. И ты... Нас поразило, когда ты рассказал, что пьесу посвятил не только Риге и Рижанам, да, любимому городу, так сказать, но и своему деду. И вот расскажи, пожалуйста, про деда. Это поразительная история. Мой дед родился по тем данным, что были всегда в нашей семье, в Кракове. Сейчас, когда сколыхнулась вся эта история, есть сообщение о том, что он родился в Вильнюсе. Но, во всяком случае, играл он в свое время молодым актером, и актером средних лет, в Краковском еврейском театре. И приехали они в Ригу на гастроли. И он влюбился в девочку секретаря Рижского еврейского театра, которая стала моей бабушкой. Которую звали... Ева. Дева, да. Его звали Юлий Этман. Но псевдоним у него, по-моему, не умиралась фамилия Этман, он взял псевдоним Юлин. Юлий Юлин. И он быстро здесь стал ведущим... Опять история любви, да? Опять история любви. То есть влюбился и переехал в Риж. Да, да, да. А, видишь, ты молодец, Риг, ты соединяешь... Ниточку. Ниточку. Любовь. Тут все, опять, да. Я не знаю, как у них было с любовью, потому что он ушел, когда мне было пять лет. Бабушка была доминантной в этой паре сто процентов, это я знаю, потому что потом она уехала далеко. И там проявила себя тоже неплохо на семейном поприще. Вот, хотя я был уже лет 65. А дедушка оказалась... Вот сейчас мне из Нью-Йорка, из Берна, есть какие-то музеи, архивы. Они прислали очень много всякой информации о том, что он не только был актером, но и ставил спектакли, и писал даже пьесы, и переводил очень много, и Чехова переводил. Мейрхольд хотел, чтобы он переехал в Москву, извините, Михоэлс. Михоэлс, да. Михоэлс, да. Но бабушка его не пустила, и тем самым, по-моему, спасла ему жизнь, потому что их расстреляли, а этих только посадили. То есть московских актеров, московские театры. Почти все. Их расстреляли, а деда только репрессировали. Репрессировали, да. Да, ну, так как... Он вернулся, он уже, по-моему, не играл ничего, когда после лагерей, в 65-м году умер. Ну, ты помнишь его. Я его очень хорошо помню. Вот его я действительно очень хорошо помню. И похоронен он в Риге, да? Похоронен он в Риге, да, и они лежат там рядом с моим отцом. То есть эти театральные все вот эти вот корни... Оказалось, что это генетика. Оказалось, что они есть, да. Да. Слушайте, ну, сейчас самое время спросить о том, как вы вообще в Америку-то попали, потому что не простят нам слушателей, если я не задам вот этот вопрос. Когда и почему? Вот расскажите. В Америку мы попали случайно. Дело в том, что я женился на девушке, русский папа, который уже к тому времени, как мы познакомились, лет пять держал свою семью в отказе. То есть им не разрешали выехать. И тут появился я. Я, в общем-то, удачный журналист. Кандидат. Нет, не кандидат. Я имел в виду советскую молодежь. Меня тут все устраивало. Мне очень нравилось. И так получилось, что вода камень точит, и Милле понадобились четыре года, чтобы сточить все это дело. И в 88-м, по-моему, мы подали документы на выезд. Я уезжать не хотел. До последнего в Шереметьево у меня уже был год. Милла, ты нас тренировала, да? Ну, уже да. А как, вот к Милле вопрос, можно, а как ты решилась вот все-таки, почему? Ну, а в то время как-то все уезжали, и родители уже были много лет в отказе, действительно. Хотелось в другое, в светлое будущее. Ну, не страшно было? То есть как-то все начинать с нуля? Молодые были, ничего не было страшного. Светлое будущее было здесь. Но прислали предложение «Новое русское слово» и газета «Панорама» из Лос-Анджелеса. И как-то мне было спокойно, что я вольюсь снова в газетное дело. Ну, ты постоянно подчеркиваешь это, что ты благодарен своей редакции, своим учителям, с которыми ты работал, своим коллегам. Тут однозначно. Самое время. Самый престижный и полезный университет, который я окончил в своей жизни. Кстати, нельзя говорить «закончил», как говорил великий Вектор Маркович Резник Мартов, которому я, кстати, тоже посвящаю эту пьесу. Это была газета «Советская молодежь». Все поколения журналистов «Советской молодежи» считают свое поколение золотым. Я не знаю, принадлежали ли мы к золотому поколению, если считать тиражи, то безусловно. Но там экономическая и политическая ситуация играла на это. Но очень была сильная действительно газета, конкуренция за место на полосах была жесткая, но она подстегивала. Мы дружны и до сих пор мы встречаемся на юбилеях, с удовольствием летим, обнимаемся и поддерживаем контакт друг с другом. Потому что если бы не «Советская молодежь» и конкретно Виктор Маркович Резник Мартов, к сожалению, недавно от нас, увы, ушедший, я бы шел совершенно другой дорогой жизни на это однозначно. А это правда, что первый номер своей газеты, вот сейчас расскажешь подробнее, ты посвятил тоже молодежке и там перечислил всех? Всех, абсолютно, включая уборщицу Аннушку, которая была членом нашего коллектива и говорили так, извините, я думаю, что это сказать можно. Даже если все напьются, газета все равно выйдет, потому что существует Аннушка. А как пришло, то есть переезд в Америку был непростой, да, наверное, то есть как обычно это через там Италию и так далее, все это возможно. Почему непростой? Прекрасные полторы недели в Вене, великолепные четыре месяца на берегу моря Сиренского, замечательно. Это нам сейчас так уже кажется, а тогда так так не было. Нет, у него все написано. Во-первых, надо позитивно на все это смотреть. Я, конечно, очень хотел вернуться, когда отпуск стал заканчиваться. Мы прилетели в Америку, сразу же меня поздравили с тем, что вот работа у тебя будет буквально через три дня, и я отправился покрывать бетон по ночам с человеком афроамериканским втрое выше меня. Я не маленький, но он был втрое выше меня, очень ему было все смешно, потому что, ты представляешь, какой у меня был английский язык? Yes и no в разнице практически. Малборо, Малборо, я знал. Вот, и мы с ним работали. Малборо, это важно. И потом я попал еще на южную часть Чикаго, где в основном проживает афроамериканское население, и среди них работал. Так что, когда я попал в компанию, которая занималась трейдингом, то есть торговлей, они искали человека со связями с Советским Союзом бывшим и с Россией, и я сказал, я вот такой человек. И мы с ними поговорили 10 минут, и хозяйка меня спросила, а почему у вас негритянский такой вот английский язык, ужасный английский язык, но явно не... Я сказал, ну вот, я ж тут, а я по-другому и не умел долго разговаривать. Зато до сих пор я могу, оказавшись там, рябкнуть на них так, они рябкают на меня, так мы общаемся. Ну, сейчас все у нас говорят на русглыш. Рашглыш. Русглыш. Что это пояснение? Рашглыш – это Russian English. Как, да. Это ужасно. Это, говорит, бери хайвей и будь хэппи. Вот наш вот такой, да. Это не язык ни тот, ни другой. Ясно. А много там русских живет? Вот это к мире вопрос. Мило. Ну, в Чикаго именно больше полумиллиона. Ого. Ну, а если объединить там всех из бывшего Советского Союза, то, конечно, больше. Они как-то общаются? То есть есть какие-то связи? Все общаются, все ходят в одни русские магазины, на спектакли, на концерты, которые привозят. Но сейчас в связи с политическими изменениями они называются не русские магазины, а европейские. Да, да. Европейские магазины. Да, потому что. А как началось ваше издательство, издательское дело, вот эта вот медиагруппа? То есть сейчас туда входит что? Радио. Туда входит радио. Туда входит газеты. Газеты. Две. Туда входит соушал-медиа, то есть наши сайты информационные. И еще мы выпускаем огромный справочник, он называется комьюнити гайд. Можно это перевести как такая, раньше это называлось Yellow Pages. Телефонная книга. Телефонная книга, да. Но сейчас она трансформировалась. Она трансформировалась в информационный бюллетень, который выходит толстый, более 700 страниц, очень полезный. Мы хотим с ним заканчивать, но нас просят его продолжать, потому что им пользуются очень хорошо. И одна треть там, часть Чикаго, которые, о Чикаго, информация, куда пойти, как сдавать экзамены, на citizenship. На гражданство, на права. Да, очень полезная информация. Особенно для тех, кто приезжает сейчас, а сейчас новый виток какой-то, в основном из России, Украины, Казахстана, Молдавия. Слушайте, ну вот до нас дошли сведения, что вы хотите эту пьесу в Америку, спектакль этот отвезти в Америку, да, показать Чикаго. Не только Чикаго. В Америке есть много университетов, где есть факультеты словистики. И они очень приветствуют такие вещи, там большие залы, но это в стадии договоров у нас сейчас. У нас есть предварительная договоренность, но нужно с ребятами, потому что много людей играет в спектакль, нужно посмотреть, насколько компактна декорация. Это чисто рабочие вопросы. Я думаю, что этот спектакль приедет, конечно, в Америку и посмотрим, что с ним будет дальше в других странах. А вот с Москвой как-то можно что-то сказать? Я об этом на это и намекнул. В Восточной Латвии, да, там есть хорошие наметки. Я очень стал суеверным человеком, тем более, что это та высота, на которой я не умею летать. Пока и нужно учиться там летать, и нужно держать язык за зубами в любом случае до того, как что-то будет осязаемо и точно. Вот тут фу, будем держать кулаки. Да, да, да. Но там очень хорошие наметки, очень. Она нравится, эта пьеса очень толковым, знающим, профессиональным людям. И для меня это приятно очень. А о себе расскажите еще. Вот два сына. Два сына, 34 и 23 34, которые радиусы 24 Поспойте сейчас Как 23 Да, 24 Вот так 34 и 24, правильно В студии в прямом эфире выясняются очень важные вещи Да Извини, я младшему говорю И внуки, да, внуку 12 И 7 Здесь хоть не спорили Это уже приятно Они читали пьесу твою, слышали Вот сейчас ты задала мне Вопрос, на который мне очень тяжело ответить Я Отдал на английском языке А есть еще Переведена Отдал И недавно младший сын сказал, что Причем меня задело Что-то он сказал, что-то по пути В автобусе Или в метро Или Пока ждал Он пока ждал Почему ты споришь со мной все время Вот, что-то он там прочитал Первую часть Вот Сказал, очень хорошо То есть, по глазам я понял, что Да, не дошел он до Дальше третьей страницы Но придется на спектакль его выбирать Он бы прилетел, но у него начался Он учится в юридическом университете сейчас И у них с понедельника начались занятия Он не мог приехать А старший сын сказал, что он с удовольствием посмотрит фильм Об этом Это задача Следующего этапа Теперь придется снимать фильм Ну, я так понимаю Пообщавшись с Сашей Этманом Что ничего невозможного не бывает Да, да Смотрите на экраны Скоро Четыре месяца назад мы смотрели С огромным удивлением И вот оно уже происходит Фактически То есть, все возможно Потому что если мечтаешь о чем-то И хочешь чего-то Ты обязательно добиваешься Я очень еще хотел бы сказать Это важно для меня Нужно быть здоровым Я хочу пожелать здоровья всем вам Всем слушателям И тем, кто нас смотрит на канале Ютуб Я так понимаю И в Фейсбуке Да, кстати Ну, уже поздно просить вопросы Да, потому что заканчивается у нас время Очень прошу вас всех Будьте здоровы Потому что это самое главное Все остальное ерунда И все делайте с любовью У нас все вокруг любви крутится Без пафоса будем говорить об этом Но это реально так и есть И пьеса любви И самое, наверное, главное в жизни То, что дает силы всем Это и есть любовь Это и есть любовь Это танго, которое танцуют Двое Еще раз напоминаю Не бывает Вот, на этой радостной ноте Я абсолютно согласна Да, мы прощаемся с радиослушателями До свидания Всего доброго Огромное спасибо Всего доброго Привет из Парижа Новый номер журнала Офисиель Болтик уже в киосках 168 страниц о стиле, моде и интересных людях Плюс приложение для детей, родителей и кидс в подарок Читайте в журнале Роман с курортом Сто двадцать семь вещей для отпускного гардероба Эко-тренды Платье из каштанов и красота по-вегански Эксклюзив Карл Лагерфельд Сара Сампайо Сергей Пускепалис Офисиель Болтик Искусство стильной жизни Подписка на журнал на сайте Премиумодифисмедиа.лв Большая распродажа года в интернет-магазине 1АЛВ Портативный компьютер Асус для учебы и будней С компьютерной сумкой в подарок Всего двести шестьдесят пять евро Стиральная машина Вестфрост класса А Невероятно, но всего сто шестьдесят девять евро И тысячи других товаров с бесплатной доставкой И настоящим беспроцентным лизингом Твой смарт-шоп 1АЛВ Солнечные скидки на Киа Спортедж С экономией до четырех тысяч пятисот евро Популярный кроссовер с семилетней гарантией Современное оборудование безопасное